Всем привет! С вами снова Добрый Макс и мы продолжаем проходить замечательную игру Dracula Origin. Напоминаю, что в прошлой серии мы выбрались из развалин, в которые нас обрёк, точнее, в которые мы попали не по своей вине. Будем искать кого-то, кто узнает этот нож. Отлично. Вот. И, вернувшись в Каирский музей, мы договорились о том, что определённые предметы, которые сейчас нам нужны для того, чтобы... предметы культа, которые нам нужны для того, чтобы попасть в тайное место, где можно найти какие-то предметы, которые нам помогут в борьбе с Дракулой. Вот. Мы должны в обмен на эти предметы культа отыскать что-то, что может пригодиться музею. То есть, такие же украденные предметы, ну, ценные предметы. Вы раньше видели такие клинки? Где ты нашёл это, Эфенди? Спрячь сейчас же! Тебя никто не видел? Он на большой скорости пролетел мимо меня, и я думаю, нужно вернуть его владельцу. О, что за смельчак! Должно быть, ты не дорожишь жизнью! Ты обезумел! Как хорошо, что все твои вещи у меня! Наверное, они утолят моё горе, если с тобой что-то случится. Так, хорошо. Случись со мной что-то, они ваши. Итак, чей это нож? Атаманская сталь принадлежит турку, что живёт неподалёку. Он в дружбе с самыми отъявленными головорезами и контрабандистами Каира. Говорят, он их вожак, и полиция боится его, как чумы. Он убил столько достойных людей, сколько мух нашли. И я не хотел бы оказаться одним из них. С собственными глазами я видел, как недавно он уходил из дома, гневно вращая глазами, так что сейчас его нет. Но соседи всегда любопытные, всегда на чеку, так что, когда пойдёшь в его дом, будь осторожен. Отлично. Как я узнаю дом Турка? Да запросто. Пристранный дом. Пойдёшь мимо базара и сразу за ним увидишь. Не ошибёшься. Так, ну вот мне интересно... Мне нужно идти. Нужно найти дом Турка. Интересно, на самом деле, вот та девочка, которую мы нашли в Паранже, которая лежала в... Ну, уже убитой. Убитой, видимо, графом Дракулой. Может быть, это и есть дочь, которую мы должны найти. Странно, странно. Ладно, будем надеяться, что всё-таки это не она. Так, ну и вот, видимо, дом Турка. Только как попасть внутрь? Просто зайти? Невероятно сложный замок. Но с помощью логики я открывал и не такие. Отлично. То есть вот нужно, видимо, вот эту фигуру составить для того, чтобы открыть замок. Так, интересно. Ха-ха. Так. А, ну то есть мы можем передвигать вперёд. Я не совсем понимаю, что нужно сделать, честно говоря. А, всё понятно. То есть нужно нацелиться и, соответственно, двигать именно в том направлении, на ту стрелочку нажимать, которая нам нужна. Так, интересно. А они каким-то образом друг относительно друга сдвигаются? Да, совершенно верно. И даже отдельный шарик можно сдвинуть, насколько я понимаю. Да, забавно. Давайте попробуем подвигать пока. Чтобы не выходить из игры. Но, скорее всего, я действую совершенно неправильно. В этом мы сейчас с вами убедимся. Так. Значит, здесь должно быть пять сегментов, получается, да? Ну да, если можно двигать отдельный шарик, можно, наверное, себе позволить именно таким образом поступить. Но хотя, с другой стороны... Как же тогда остальные предметы подвинуть? Так, может быть, как-то вот так это сделать? Да, вполне вероятно. Так. Довольно-таки сложно, на самом деле, решается. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, сейчас можно подвинуть этот шарик сюда. Так, ну и, соответственно... Как-то так сделать? Или я слишком потороплюсь? Так, три, шестая, три... Нет, это пятая. Так, а почему-то я не могу сдвинуться вверх, да? Интересно, почему? Так, ну да ладно. Движемся сюда, сюда. Довольно-таки непростая загадка. Ну ничего. Так, а зачем я так делаю? Так. Так, один из шариков нужно сдвинуть. Так, интересно, как это сделать. Ну да ладно, сейчас решим. Так, и нам нужно... Нужно шестая, да. Так, и вот этот шарик почему-то нельзя сдвинуть. Зато вот этот шарик можно сдвинуть вверх. Так, это не просто так. Сдвигаемся вниз. Так, три шарика должны быть снизу, да? Да, видимо приходится двигать именно целый сегмент. Все, возвращаемся назад. Так. Видимо как-то так нужно сделать. Да. Да. А вот этот шарик можно подвинуть вправо. Поэтому давайте мы уберем с него, с его пути преграду. Пока вот так, временно, да. Странно. Так, ну да ладно, друзья. Давайте, пожалуй, я выйду, чтобы вас не занимать этими всеми вещами. И, соответственно, вернусь тогда, когда я решу, что же здесь нужно сделать. Так, ну что же, продолжаем, друзья. В общем-то, всего лишь нужно подвигать было в раз 7 или 8 с того момента, когда я последний раз... Удалось. Да. Отлично. С того момента, как я вышел из записи. И вот, видите, в принципе, довольно-таки просто. Открыто. Отлично. Все это нам, разумеется, пригодится. Бесполезно. Недавно разорванный свиток. Интересно, а что в нем было? Ну, видимо, нам придется этот свиток восстановить. Ну, да ладно, мы, наверное, займемся этим чуть позже. Давайте еще немного осмотримся. Пригодится. Возьму с собой. Черный сфинкс без лица. Хм, иероглифы. Надеюсь, они что-нибудь значат. Но, разумеется, иероглифы, изображенные на безликом черном сфинксе, турка, слуги Дракула. Выглядели приблизительно так. Так, интересно. Так, больше ценных предметов здесь я не наблюдаю. Вообще нельзя задерживаться, нам нужно торопиться. Миниатюрная пирамида? Зачем она? Еще одна пирамида. Какие-то осколки здесь кругом. Так, змея. Почему-то я так и думал. Ну, что с ней делать, по-моему, совершенно очевидно, да, друзья? Да. Как раз то, что нам говорил христианин Геродот. Он говорил о том, что если бросить эту траву, соответственно, в огонь, то... Она обезвредит змею. Но при этом, видимо, для человека она совершенно безвредна. Удалось. Отлично. Так, ну и нужно подходить дальше к двери. А вот еще какие-то есть черепки. Давайте их поднимем. Должно быть, ключ лежал в корзине с коброй. А, все понятно. То есть это был ключ. Так, ну и что ж, давайте соберем все-таки вот эту вот... Вот эти обрывки. М-м-м, недавно разорванный свиток. Интересно, а что в нем было? Я так полагаю, что... Я так полагаю, что... Как-то так вот нужно сделать. Так, самое главное найти углы, как обычно. Угу. Хотя нет. Так, ну да ладно, не будем торопиться. Так. 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 Очевидно, вот отсюда. Так. Так. ... Так. Так. Нужно искать черную отметину. Так. Так. Ну, видимо, я на самом деле немножко неправильно ее повернул, сориентировал. Ну да ладно. Мы обязательно с вами сориентируемся. Так. Это середина. Да. Совершенно верно. Так. Ну, вот это очевидно. Нет, это не отсюда. Так, и нужно найти еще один угол. Почему-то я не могу до сих пор этого сделать. вроде бы этот угол сюда не подходил до совершенно верно да друзья прошу прощения что так вот затягиваю я немножко прохождение игры ну ладно сейчас мы разберемся вроде бы казалось бы элементарная вещь при этом углу я почему-то до сих пор найти не могу да нет может быть он тоже разорван конечно так ну да ладно так ну что же продолжаем так иероглифы со свитка турка отлично нашел камни огранены так же как и в колье директора не зря мустафа говорил что наш приятель контрабандист в доме турка я нашел сумку полной драгоценности похожих на колье что дал мне директор музея все крадены мустафа был прав турок связан с контрабандистами лучшего слуги дракула и отыскать не мог так ну и что же видимо единственный способ точнее единство что мы сейчас можем сделать это попасть внутрь вот этой комнаты что же там будет у нас находиться открыто замечательно все это без сомнения краденые сокровища так какие-то свитки письмо в доме турка я прибуду к вам через два дня на судне призрак ночью бросив якорь у причала что вы обычно вы используете для контрабанды к моему приезду все должно быть готово имейте ввиду что непрежности я не потерплю вам также надлежит ожидать на призраке моего возвращения так как я буду в европу в самом скором времени посему не загружайте корабль золотом или антиквариатом повинуйтесь мне беспрепословно и вы будете вознаграждены граф дракула письмо всего лишь двухдневной давности отбываю сегодня готовьте судно завтра в каир прибудет некоторый ванхельсинг упокойте его тело и душу в земле египта но будь осторожны чтобы не раскрыть наше предприятие спешил дьявол писал в торопях бади разбери дракула определенно был в египте письма к турку это подтверждают у меня больше нет ни секунды зверь знает что за ним идет охотник и готов напасть но охотника нет выбора я должен понять зачем он здесь и остаться в живых чтобы спасти мину а потом будь что будет так ну и понятно нам нужно взять вот этот символ странно что он лежит на самом видном месте изображение солнца интересно все это без сомнения краденые сокровища а вот этого в списке краденого не было золотой песок я один не унесу все награбленное целой бандой придется просто вернуться и сообщить директору ну да совершенно верно только единственное что стоит понять не оставили ли мы здесь что-то без внимания похоже что нет ну что ж давайте поторопимся а золотой песок я уже догадываюсь зачем нужен я так думаю что вы тоже на стенах изображение пара музей каких-то видимо то ли национальных героев то ли владельцев этого здания так ну что же давайте как можно быстрее пройдемся в музей и сообщим о том что мы нашли в доме турка не знаю не знаю как вас благодарить спасибо полиция только что принесла мне сокровище и отправилась за с улейманом спасибо вам от имени городских властей и музея в моем лице за возвращение драгоценности огромное спасибо надеюсь я дал повод лучше относиться к европейцам да уж так ну и что же вторая часть договора теперь я могу забрать предметы культа все они в этой сумке вот здесь колье тоже ваше я не вносил его в список заберите на память да уж такой дорогой колье на память прощайте господин директор так ну и теперь нам нужно отправляться к кровавым отрогам директору нужно взглянуть на свиток что я нашел у турка так хорошо ну давайте попробуем ему предъявить этот предмет посмотрите на пергамент вам знакомы эти иероглифы да это классическая письменно из древнего египта у меня есть книга на эту тему она лежит на столе если вам интересно вы можете с ней ознакомиться ну разумеется интересно я так и думал что часть этих книг мы все таки используем приступим к расшифровке так внутри северный так понятно что здесь обозначение непосредственно иероглифов да давайте почитаем внутри северный перед тем как магическая сила страж под секер оружие тьма голова будь проклят навеки алтарь с уничтожь кровь спрятан войти во проклятый проклятый хм забавно так ну вот по всей видимости тьма соответствует вот этому значит вот это видимо страж так где-то здесь неподалеку должно быть оружие но скорее всего нам же не все открыто вот это обозначает пот отлично так ну вот это видимо обозначает внутри или спрятан сейчас мы это проверим так хорошо вот это видимо северный отлично так что же еще ну вот это видимо спрятан я так полагаю а вот это войти войти вон так кровь да все не так просто вот это что может означать это какое-то яйцо разрушенное так ну да ладно друзья наверное пожалуй с следующей серии мы продолжим расследовать что же здесь спрятано вот ну что зашифровано здесь за этими иероглифами да очень даже непросто решать все эти загадки и в принципе я не разочарован я надеюсь что вы тоже друзья ну что ж ладно ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был добрый макс увидимся в следующих сериях всем пока